Если бы актёр Даниэл Рэдклифф, который играл Гарри Поттера, родился в России, то его бы звали Даниил, Данил, Данила, друзья бы просто называли его Даня, а актриса Натали Дармер, которую, наверное, вы знаете по персонажу Маргаретти Релл из Игры Престолов, её бы звали Наташа, ну, друзья бы звали её Наташа, а в паспорте она была бы Наталья. Давайте сегодня посмотрим, как звали бы вас, какое было бы ваше имя, если бы вы родились в России. Я подготовила список, наверное, самых популярных имён вообще в мире, их аналоги в русском языке, и ещё я немного расскажу, где смогу, о том, почему именно вот такие короткие формы. Я думаю, если вы читали русскую литературу, то вы замечали, что на одной странице героя зовут, например, Евгений, а на другой странице Женя. Но эти два имени вообще не близко, вообще не похожи. Почему? Я вам сегодня это расскажу. Ну что, садитесь удобнее, и мы начнём. Кстати, я не могла собрать вообще полностью все аналоги во всех языках, поэтому, если я что-то пропустила, пожалуйста, напишите в комментариях. Или напишите, как вас зовут, и мы попробуем подобрать вам аналог, если вы его не нашли в видео. Итак, мы с вами начнём с Эндрю, Энди, Андрея, Андрей. Если вас так зовут, то поздравляю, у вас прекрасное русское имя Андрей. Есть в русском языке такие имена, у которых нет коротких форм. В обычной жизни практически всех мальчиков, мужчин, которых зовут Андрей, так и называют Андрей. Но ваши близкие друзья могут, например, к вам обращаться Андрюха, Андрюша. Кстати, вот это ша в конце имён вы услышите очень много раз. Дальше. Энтони, Антуан, Тони. Это всё Антон, поэтому Роберт Дауни-младший играл бы Антона Старка. Ну, или Антона Силова, Силова, наверное, так. Да, у этого имени Антон тоже обычно нет коротких форм. Можно сказать Тоша, Тоха, Антоша, Антоха. Но это очень дружеские такие прозвища или для детей. Следующие. Алекс, Александра и Алехандра. В русском языке есть даже два варианта. Это Алексей и Александр. Алексей это Лёша, Лёха, Алёша. Например, такие короткие формы. А вот у имени Александр короткая форма это Саша. Давайте подумаем. Где Александр, а где Саша? Ну, то есть, там только совпадают две буквы. Са. Всё. Какая история? Почему так? Помните, я сказала, что вот это окончание ша очень популярно? Да, вы слышали. Андрюша, Антоша, Тоша, Алёша, Лёша. Так вот, Александр, следующая форма, ну, как в покемонах, была Алекса-ша. Александр, Алекса-ша. И потом со временем, чтобы было ещё короче, убрали начало. И получилось Саша. Поэтому Александр это Саша. Для девочек имя Олесия, которая тоже близко к Алекс, Александра, Алехандро. Да, конечно, может быть Александра. Но ещё есть другой вариант. Олесия это Олеся. Причём есть два варианта. Олеся или Алеся. И то, и то это абсолютно равноправные, хорошие варианты. Следующее имя Джордж. Очень популярное имя. Или Юрген. Да, эти два имени родственные, хоть они и в разных языках. В русском языке они дают целых три варианта. Итак, это Юрий, Егор и Георгий. Юрий, например, Гагарин, вы знаете, мог бы быть Джорджем, Гагариным. И самая популярная короткая форма от имени Юрий это Юра. Я думаю, вы знаете. А вот у имени Егор и Георгий есть одна общая короткая форма. Это Гоша. Так, дальше. Грегори, Григорио. Это всё прекрасное имя, которое есть в русском языке. Григорий. И вы уже знаете, как делать короткие формы в русском языке. Просто оставляй начало, добавляй ша, и у тебя будет просто короткая форма. Получается, Григорий будет Гриша. Следующее имя, о котором я говорила, в русском языке есть имя Евгений. И короткая форма от имени Евгения. Это Жений. Жений. Какой Жений? Это Женя. Для носителей русского языка это абсолютно непонятно, почему Евгений и Женя. Ну, блин, эти две формы даже не знакомы друг с другом. Но если вы знаете, как это имя Евгений звучит в других языках, всё становится понятно. Например, в английском языке это Юджин, но во французском языке это Эжен. Я думаю, что вы знаете, что в 18-19 веках на территории Российской империи вся аристократия говорила на французском. И знали русский язык даже хуже, чем французский. И поэтому, конечно, давали имя ребёнку по церковному календарю, то есть давали традиционное русское имя, то есть церковное имя, но называли на французский манер. И поэтому вместо Евгения получался Эжен. Эжен, 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 Эженя, Женя. Вот и Женя. Привет. Теперь вы знаете немного больше, чем многие носители русского языка. Можете рассказать своим друзьям. В русском языке также есть женская форма. Евгения, и это тоже будет Женя. Аналогично, как у нас есть Александра, и это тоже будет Саша. Кстати, я не сказала. Александр есть не только короткая форма Саша, еще есть Шура, потому что Сашура. Вот. В общем, я думаю, пока будет достаточно. Дальше. Если мы начали говорить о девочках, то давайте продолжим. Натали, Наталья. Мы как уже сказали. Например, Натали Портман. Была бы здесь Наталья. Или Наташа. Тоже вы знаете, как делать короткие формы. Следующее очень популярное имя. Тоже красивое имя. Елена. Лена. И в вашем языке это может быть, например, Хелен. Анна. В иностранных языках это может быть Эн, например. Хотя я думаю, что имя Анна во многих испанских языках оно так и звучит. Анна. Так вот, короткие формы. У имени Анна. Это Аня. Анюта. Нюра. Тоже так можно говорить. Потом Мария. Вы знаете, как сделать короткую форму. Оставляем начало. Добавляем ша. Получается Маша. И в английском языке, например, это Мэри. Стейси. Анастейша. У меня есть очень хорошая подруга. Её зовут Анастасия. Настя. Она сейчас живёт в США. И это всегда очень интересно, когда я слышу, что обращаются к ней Анастейша. Ну, это просто прикольно. Возвращаемся к мужчинам. Майкл. Майк. Мишель. Микаэль. Это всё Михаил. Вы знаете, как сделать короткую форму. Ми-ша. Всё. В русских сказках Михаил – это всегда имя у медведя. Миша, Мишутка. В русских сказках это медведи. Потом. Питер. Петрос. Пьер. Пьер – это всё Пётр. Или, короткая форма, Петя. То есть Пётр I – это, собственно, Петрос, Пьер и так далее. Кстати, если вы читали «Войну и мир» Толстого, главный персонаж – Пьер Безухов. То есть его имя официальное было Пётр, но на французский манер его просто называли Пьер. Потом. Дэниэл, Дэн, всё, что я уже говорила в начале про Дэниэла Рэдклиффа – это Даниил, Даниил, Данил, Данила. Короткая форма – Даня. Моего брата зовут Даниил. И в одно время это было очень популярное имя в России. Например, у моего брата в классе было, по-моему, четыре мальчика, которых звали Даниил или Данил или Данила. Такая история ещё из популярных имён, но женских имён. Это, например, Катерина, Кэтрин. В заграничном варианте у нас есть две формы, по сути. Это Е-Катерина и Катерина. Чаще всего полная форма – это будет Е-Катерина, но короткая форма – Катя, Катюша. Может быть, вы знаете такую песню. Следующее популярное имя во всём мире – Джулия, Хулия, Джульетта, Джулиана. Если вас так зовут, то поздравляю, в России вы были бы Юлией или просто Юлией. Я люблю это имя. Привет всем Юлям. Из мужских осталось немного. Так, Матео, Мэтью, Мэтт. Добро пожаловать, Матвей. Видите, я не думаю, что у этого имени Матвей есть короткая форма. Я никогда не слышала. Но есть такая библейская форма – Матфей. Дальше. Мы остановились на Ирен, Рене. В русском варианте это имя Ирина. Ещё у нас есть имя Арина. И я думаю, что у этих имён нет кратких форм, поэтому добро пожаловать, Ирина и Арины. Кстати, Ирина – это имя моей сестры, и Арина – это моя племянница. Следующее. Барби. Барбара. Ну, в русском языке это Варвара. Видите, они даже выглядят похоже. Варвара. И короткая форма – Варя. О, ещё два имени женских осталось. Элизабет. Елизавета. Лиза. И Валерий. 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 В общем, это Валерия. Лера. Есть мужское имя Валерий. И короткая форма мужской формы – это Валера. А Валерия – женская форма. Короткая форма будет Лера. То есть Валерий – Валера. Валерия – Лера. И, о, всё, последнее имя – это Пол. В русском языке это будет Павел. Короткая форма. Я думаю, вы уже знаете. Паша. Напишите теперь, как вас зовут. Можете поставить лайк, если вам было интересно. И если вам интересно узнать, как называют, как зовут кошек в русском языке, то вот в этом видео я рассказываю про кошек. Всё. Всем до скорого. Пока.